В студии Евгения Даровская. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых заметных событиях этого дня. Смотрите в выпуске. Время большой воды. В Черыше началось подтопление жилых домов. Цена жизней. Мы не успели среагировать. Какое-то белое пятно на лобовое столкновение. В Барнауле судят виновника очередной пьяной аварии. Учимся играть, когда в школах края начнут обучать шахматам. Итак, в Черыше объявлен режим повышенной готовности. Сегодня ночью в поселок пришла большая вода. Затоплены участки. Вода поднимается в дома. Это видео прислал один из местных жителей. Он рассказал, что в поселке идет эвакуация. В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю действует оперативный штаб. 10 спасателей уже работают в Черыше. По состоянию на 2 часа ночи уровень воды на гидропосту составил 219 сантиметров при критическом в 180. По наблюдению местных жителей вода постепенно прибывает. Там же вчера град был в Каргоне и так далее. И эта вот волна пришла оттуда. Это коренная вода пошла. Дамбу сделали до половины вверх. То есть раньше был сброс. Ну, выше начинался. То есть она шла по старому русску, по протоке. А так как сделана только до половины дамба, то вот нас тут и печаль-то вот такая посетила. Ну, и вода прибывает. Администрация работает тут. Выгнали технику, привлекают людей. У кого есть трактора, короче, кто может помочь. Мужчина рассказал, что сейчас как раз отсыпают дамбу. В главном управлении готовы к возможным аварийно-спасательным работам. В Барнауле судят пьяного водителя, который устроил ДТП с двумя пострадавшими. Они прошли долгую реабилитацию и требуют приговора лишения свободы виновника аварии. Накануне в Барнауле прошло судебное заседание. Стороны выслушали наши корреспонденты. Находясь в состоянии опьянения, управляют технически исправным автомобилем Toyota Nadia. Эта авария произошла 14 января на перекрестке улиц Кулагина и Калинина. Со скоростью 100 км в час пьяный водитель на Toyota совершал рискованные маневры и перестроения. В один из моментов он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, врезавшись в автомобиль, в котором ехала семейная пара. Муж получил многочисленные переломы, жена перенесла разрыв легкого и удаление селезенки. Мы не успели среагировать, какое-то белое пятно на лобовое столкновение. Получается, я считаю себя неполноценным человеком, у меня удалили орган. Я физически ограничена общением с ребенком, то есть воспитанием ребенка. Он изменил полностью нашу жизнь, нарушил, отнял здоровье. Каких-то искренних, к сожалению, раскалений не было. То есть ощущение, что он сбил собаку на дороге. Надежда и ее супруг до сих пор не могут отойти от шока. Говорят, выжили чудом. Сработали подушки безопасности. А вот обвиняемый, по их словам, коротко извинился на одном из заседаний по настоянию своей жены. Он и его защитник пытались выступить и против съемки нашего телеканала в зале суда. Подсудимый заявил, что не хочет, чтобы его показывали по телевизору. Но судья работать оператору все же разрешила. Он также пояснил, что да, он выпил 100, может быть, больше грамм водки, после чего сел за руль автомобиля и направился в сторону дома. Я даже не знаю, как выразить наглость, возможно, человека, который сел пьяный за руль, сознаваясь, при этом все это совершил и так легко об этом сегодня говорил. Несмотря на внушительные штрафы и уголовную ответственность за езды в алкогольном опьянении, водители продолжают садиться за руль под градусом. И это уже не первый случай в Барнауле. Осенью прошлого года жертвами пьяного лихача на БМВ стали женщина и две девочки, в машину которых врезался нетрезвый Александр Руденко. Министр спорта Алексей Перфилев на этом суде не случайно. В обеих авариях пострадали и погибли близкие ему люди. Авария коснулась моих коллег. Перед этим моя семья тоже перенесла подобную аварию. У нас почему-то сторона виновная, зачастую пользуется какими-то льготными условиями. Что по предыдущему суду, как бы, три жизни ушло, двух ребятишек маленьких, как бы, мамы, да, человека практически оправдали, отправляют на поселок. Пострадавшие в ДТП требуют наказания по всей строгости закона. Заседание суда, на котором вынесут вердикт виновнику, состоится 23 мая. Дорида Миллер, Александр Захаров, Николай Шилко. День с толком. Продолжаем выпуск. Увеличение экспорта – одна из первоочередных задач России, которые поставил президент. Кто и как может помочь бизнесменам Алтайского края экспортировать свою продукцию в разные страны мира? Об этом шла речь на бизнес-конференции в Барнауле, рассказывает Татьяна Голубева. Экспорт России к 2024 году должен увеличиться более чем в полтора раза. Причем экспорт не сырьевой и не энергетический. Об этом на конференции еще раз напомнил министр экономического развития края. Наш регион в стороне стоять не должен. У нас задача стоит к 2024 году в соответствии со структурой нашей экономики по продукции АПК прирасти по экспорту в 2,6 раза, по промышленному экспорту в 1,3 раза. К слову, желающих свою продукцию экспортировать в крае достаточно, но как правильно выйти на рынки других стран знают немногие. Помочь готовы и не только на государственном уровне. Представители Сбербанка презентовали площадку Bank of Business Partners или Банк бизнес-партнеров. На интернет-площадке уже зарегистрированы представители более 160 стран мира. Здесь можно не только что-то продать или купить, но и найти все, что так или иначе связано с бизнесом. Здесь же есть проект под названием «Экспортный акселератор». Суть этой программы заключается в том, что предприниматель получает комплекс сопровождения своей внешнеэкономической деятельности, начиная от поиска бизнес-партнеров и заканчивая настройкой и организацией всех своих бизнес-процессов для того, чтобы реализоваться на внешних рынках. За участие в экспортном акселераторе не нужно платить. За каждым клиентом закрепляют менеджера, который помогает на всех этапах. Ездить в банк не требуется, работать можно удаленно онлайн. Так что это прекрасная возможность выйти на мировые рынки для начинающих бизнесменов и не только для них. В Барнауле начнут готовить педагогов по шахматам. Первая в России методика преподавания шахмат появится в учебном плане у студентов Барнаульского педагогического университета. Уже начиная с сентября будущие учителя начальных классов будут осваивать азы шахматного спорта. Сегодня мы в 155 школах Алтайского края уже внедрили программу шахматы в школе. И педагогов туда, которые там преподают шахматы, мы обучали и обучаем на базе Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования. Мы обучаем трехдневными курсами, что, конечно, недостаточно, хотя уровень и базовый. Но, тем не менее, три дня даже насыщенного обучения они не дают в полной мере для преподавателя понимания. Занятия не будут принудительными. Шахматы относят к внеурочной деятельности. Эксперты говорят, что главная идея состоит не в том, чтобы выпускать из школы профессиональных шахматистов, а в том, чтобы интеллектуально развивать ребенка. Турция, Вьетнам, Таиланд и Китай. Оказалось, это самые популярные туристические маршруты у броноульцев. Таковы данные турагентств. В прошлом году несколько тысяч жителей города посетили известные курорты. Отправиться на отдых стало проще, если за него можно будет заплатить потом. Близится сезон отпусков, и у многих уже есть планы, где провести законные несколько недель отдыха. Как выяснилось, в банках уже готовы к их наплыву. И им есть, что предложить отдыхающим. Тем более, есть отличный повод. В конце мая банк Восточин отмечает свой 28-й день рождения. Поэтому 22-23 мая банк будет работать до последнего клиента. И предлагает всем оформить кредитную карту с лимитом до 300 тысяч рублей и беспроцентным периодом до 90 дней. То есть купить путевку можно сегодня, а вернуть деньги за нее уже после отпуска, ничего не переплачивая. Иногда, чтобы найти путь в жаркие страны, может понадобиться карта. И хорошо, если это будет карта с внушительным кредитным лимитом и комфортными условиями. Найти такую карту можно 22 и 23 мая в Банке Восточный. Банк Восточный – спонсор прогноза погоды. Какой она будет, узнаете через несколько секунд. У меня к этому часу все новости. До встречи в вечернем эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok